Рэдьярд Киплинг. Преображение Орельяна МакГогена. В сущности, это даже не рассказ. Это памфлет. И я чрезвычайно им горжусь. Сочинить памфлет — это подвиг. Рэдьярд Киплинг. Но ум его был направлен совершенно не в ту сторону. Вместо того, чтобы заниматься изучением местных диалектов, он читал книги, написанные, если я не ошибаюсь, каким-то Контом, каким-то Спенсером и еще неким профессором Хлиффордом. Французский философ Огюст Конт 1798-1857 и английский философ Герберт Спенсер 1820-1903 — основатели позитивизма, направления философии, выступавшего в защиту положительного знания, опирающегося на данные точных наук. Клиффорд Уильям 1845-1879 — английский математик и философ позитивистского направления. Примечания редакции. Вы найдете эти книги в публичной библиотеке. Они рассматривают человеческие внутренности с точки зрения людей, лишенных желудка. Никакая инструкция не запрещала ему читать эти книги, но его мамаша следовало хорошенько его отшлепать. Они вызвали брожение у него в мозгах, и он привез в Индию какую-то диковинную религию, которая занимала его гораздо больше, чем служба. Это было даже не настоящее кредо. Она всего лишь утверждала, что у людей нет души, что не существует ни Бога, ни загробной жизни, и что все должны тем или иным способом родить о благе человечества. Один из второстепенных догматов этой веры заключался как будто в том, что выполнять приказы — грех еще более тяжкий, нежели их отдавать. Так, во всяком случае, утверждал МакГоген, но я сильно подозреваю, что он неправильно истолковал свои учебники. Я отнюдь не возражаю против этого кредо. Оно возникло в столице, где нет ничего, кроме машин, асфальта и строящихся зданий, к тому же окутанных густым туманом. Человек поневоле начинает думать, что не существует никого важнее, чем он, и что все на свете сотворил столичный департамент общественных работ, но здесь, в этой стране, где вы на самом деле видите человечество, примитивное, темнокожее, нагое человечество, у которого нет ничего, кроме раскаленного неба над головой и сухой, истощенной земли под ногами, эта идея как-то сама собой исчезает, и большинство людей возвращается к теориям попроще. Жизнь в Индии слишком коротка, чтобы тратить ее, пытаясь доказать, будто все это дело, в сущности, никто не возглавляет. И вот почему. Комиссар выше коллектора. Главный комиссар выше комиссара. Вице-губернатор выше главного комиссара. А вице-король выше всех четверых. Но он, в свою очередь, подчинен статс-секретарю, который ответственен перед императрицей. Здесь изложена иерархия административных лиц в Британской Индии. Коллектор стоит во главе округа. Комиссар области. О главном комиссаре и вице-короле мы прочли примечание к рассказу «Ложный рассвет». Статс-секретарь по делам Индии, британский министр, член кабинета министров империи, ответственный за индийские дела перед короной. Ему подчинен вице-король. Примечание редакции. Если бы императрица не была ответственна перед своим создателем, если бы не существовало создателя, перед которым она несла бы ответственность, то вся система нашей администрации, очевидно, была бы порочной. Что представляет собой явный абсурд. Дома в Англии людей еще можно извинить. Они там порядком застоялись и приобрели интеллектуальную резвость. Когда вы выводите на прогулку откормленную резвую лошадь, она фыркает и до тех пор пускает слюну на мунштук, пока вы не перестаете видеть кольца. Но мунштук-то все равно остался на месте. В Индии люди не приобретают резвости. Климат и служба не позволяют им бросать слова на ветер. Если бы МакГоген таил в себе свое кредо со всеми своими измами, никто бы и ухом не повел. Но оба его деда были уэсландскими проповедниками, и он унаследовал их проповедническую жилку. Речь идет о проповедниках, принадлежавших к секте методистов, основанной в 1729 году братьями Джоном 1703-1791 и Чарльзом 1708-1788 Уэсли. Секта призывала своих членов к изучению Библии и к аскетической жизни. Примечание редакции. Он хотел, чтобы каждый член клуба уверовал в отсутствие у себя души и помог бы ему ликвидировать Творца. Многие ему говорили, что у него самого по молодости лет душа, безусловно, отсутствует. Но из этого отнюдь еще не следует, что люди постарше его, столь же недоразвиты, и независимо от того, существует ли мир иной или нет, каждый хочет спокойно читать свою газету в мире сём. Но ведь не в этом же суть, не в этом суть, твердил бывало Орельен. В него швыряли диванными подушками и просили убраться в любое место, существование которого он допускает. Его окрестили Плазмодием. Он уверял, что произошел из этого семейства где-то там, в доисторические времена, и насмешками и оскорблениями пытались заткнуть ему глотку, ибо он до смерти надоел всему клубу, да к тому же раздражал пожилых людей. Его начальник, который уже служил на афганской границе, когда Орельен был еще в пеленках, сказал ему, что он, Орельен, при всем своем уме просто ужасающий идиот. И знаете ли, я уверен, что если бы Орельен остался служить и дальше, его через несколько лет непременно взяли бы в секретариат. Он принадлежал именно к тому сорту людей, которые туда попадают, один мозг, никакой плоти и куча всевозможных теорий. Ни одна живая душа не интересовалась душою МакГогена. У него с таким же успехом могло быть их целых две или наоборот ни одной, или в него могла вселиться душа какого-нибудь другого человека. Его дело было выполнять приказы аккуратно подшивать свои бумаги, а не разгонять весь клуб при помощи своих измов. Работал он великолепно, но не мог воспринять ни одного приказа, не попытавшись предварительно его усовершенствовать. Это было слабое место его кредо. Оно облекало людей слишком большой ответственностью и слишком многое предоставляло на суд их честь. Старая лошадь еще будет слушаться строгой узды, но же ребенок никогда. МакГоген трудился неизмеримо больше любого из своих сверстников. Он очевидно воображал, что тридцатистраничное заключение по тяжбе о пятидесяти рупиях, где обе стороны по горло увязли в лжесвидетельствах, способствует прогрессу рода человеческого. Как бы то ни было, он работал чересчур много, огорчался и мучительно переживал выговоры, а в свободное от службы время продолжал проповедовать свое нелепое кредо до тех пор, пока доктор не счел своим долгом сказать ему, что он слишком уж перехватил. В июне никто не может выжать 18 ан из рупии без печальных последствий. Но МакГоген все еще сохранял интеллектуальную резвость, гордился собой и своими силами и упорно не желал понимать намеков. Он систематически работал по девяти часов в сутки. — Отлично, — сказал доктор. — Вы свалитесь, потому что для вашего кузова у вас слишком сильная тяга. МакГоген был очень маленького роста. И вот в один прекрасный день наступил крах, такой драматический, словно он был задуман специально как иллюстрация к памфлету. Это случилось как раз перед сезоном дождей. Мы сидели на веранде в неподвижном, спертом, раскаленном воздухе и тяжело дыша молили Бога, чтобы истинно черные тучи наконец излились дождем и принесли нам прохладу. Где-то далеко послышался слабый ропот, это был рев дождей, которые обрушились в реку. Кто-то из нас его услыхал, встал с кресла, прислушался, и у него совершенно естественно вырвалось, слава Богу. Тогда плазмодий обернулся и сказал, почему. Уверяю вас, что это всего лишь результат естественных причин простейших атмосферных явлений. Следовательно, вам незачем обращаться с благодарственной молитвой к существу, которого никогда не было в природе, которая всего лишь фикция. Плазмодий, — проворчал его сосед, — заткните свой фонтан и дайте мне пайонир. А про ваши фикции мы уже давно все знаем. Плазмодий протянул руку к столу, взял одну из газет и вдруг вскочил, как ужаленный. Потом он отдал газету соседу. Как я уже говорил, — продолжал он медленно и с трудом, — по чисто естественным причинам, по чисто естественным причинам, я хочу сказать, послушайте, плазмодий, вы дали мне не пайонир, а калькутта меркантайл адвертайзер. Пыль взвихрилась мелкими завитками, верхушки деревьев закачались, застонали голуби, но никто уже не думал о том, что начинаются дожди. Мы все смотрели на плазмодия, который встал с кресла и пытался что-то сказать. Затем он еще медленнее проговорил, — вполне понятно, словарь «красный дуб» подвержен причинопредварительной «серсо одинокий», — плазмодий пьян, — сказал кто-то. Но плазмодий не был пьян. Ошеломленно глядя на нас в сумеречном свете, все больше тускневшем по мере того, как над нами сгущались тучи, он судорожно замахал руками и вдруг вскричал «Что это? Не могу! Сдержанный, достижимо, рынок темно!» Но слова, казалось, замерзали у него на губах, и в ту самую минуту, когда молния, стремительно выбросив два длинных языка, разрезала на три части все небо и хлынули дрожащие ленты дожжа, плазмодий лишился дара речи. Он топал ногами, как лошадь, которую резко осадили, и глаза его были полны ужаса. Прибывший через три минуты доктор выслушал наш рассказ. «Это афазия, — сказал он. Афазия — расстройство речи на почве поражения управляющего речью участка мозга, когда сами речевые органы болезнью не затронуты. Примечание редакции. Отведите его домой. Я так и знал, что дело кончится плохо. Под проливным дождем мы перенесли плазмодия через улицу в его квартиру, и доктор дал ему бромистого калия, чтобы он уснул. Затем доктор вернулся и объяснил, что такое афазия, добавив, что он только раз видел такой ярко выраженный случай у одного сипая. Сипай, индийский солдат, в британской армии. Примечание редакции. Я сам видел афазию в слабой форме у одного переутомленного человека, но эта внезапная немота была чем-то сверхъестественным, хотя, как мог бы сказать сам плазмодий, она объяснялась вполне естественными причинами. Ему придется после этого взять отпуск, сказал доктор. Он еще месяца три не сможет работать. Нет, это не безумие, ничего похожего. Это всего лишь полная потеря памяти и речи. Надеюсь, впрочем, что теперь плазмодий угомонится. Через два дня плазмодий вновь обрел дар речи. Первым его вопросом было, что со мной случилось. Доктор объяснил ему, в чем дело. Но я не могу этого понять, сказал плазмодий. Я нахожусь в здравом уме, но, по-видимому, не в состоянии распоряжаться своим мозгом и своей памятью. Поезжайте на три месяца в горы и выкиньте это из головы, отвечал ему доктор. Но я не могу этого понять, твердил плазмодий. Ведь это же был мой собственный мозг и моя собственная память. Ничем не могу вам помочь, сказал доктор. Существует много такого, чего вы не можете понять. И к тому времени, когда вы прослужите с мое, вы будете совершенно точно знать, что именно в этом мире человеку позволено называть своей собственностью. Удар усмирил плазмодия. Он никак не мог понять, что с ним случилось. В страхе и трепете отправился он в горы, опасаясь, что никогда уже не сможет закончить ни одной из значитых фраз. Это внушило ему здоровое чувство сомнения. Разумное объяснение, что он переутомился, никак его не удовлетворял. Что-то стерло с его уст слова, подобно тому, как мать стирает капли молока с губ младенца, и он был напуган, страшно напуган. После его возвращения клуб, наконец, обрел покой. И если вам когда-нибудь доведется услышать, как Орельен МакГоген вершит свой суд над людскими делами, в делах божеских он, по-видимому, уже не осведомлен так глубоко, как прежде, на минутку приложите указательный палец к губам и посмотрите, что будет дальше. Только уж не броните меня, если он запустит у вас стакан. Субтитры создавал DimaTorzok